Пентагон подтвердил передачу Украине высокоточных бомб большой дальности GLSDB. Об этом на брифинге заявил спикер оборонного ведомства США Пэт Райдер. Как было признано в прошлом году, мы предоставим Украине GLSDB в рамках наших усилий по оказанию помощи в сфере безопасности. Однако из соображений безопасности нашей деятельности мы не можем подтвердить конкретные сроки. Ракета GLSDB — это новейшая разработка американской компании Boeing и шведской СААП. Аббревиатура расшифровывается как Ground Launched Small Diameter Bomb — бомба малого диаметра наземного запуска. Каждая бомба GLSDB является комбинацией двух существующих систем — авиационной бомбы ГБУ-39ВСДБ, воздушного запуска с выдвижным крылом, и двигателя М-26 от артиллерийской ракеты калибра 227 мм. Этот двигатель обеспечивает совместимость с ракетными системами залпового огня М-270 и М-142 «Хаймерс» и максимальной дальностью поражения до 150 км. Задача двигателя — разогнать бомбу и отпасть. А дальше снаряд движется с помощью выдвижных крыльев, из-за чего его часто называют крылатой бомбой. Соответственно, дальность поражения боеприпаса увеличена за счет крыльев. Для наведения GLSDB на цель используется глобальная система позиционирования GPS и инерционная навигационная система. Точность попадания в цель составляет около 1 метра. Может запускаться из уже имеющихся в Украине ракетных систем МЛРС, М-270 или «Хаймерс». На вооружении ВСУ бомбы GLSDB фактически заполнят нишу между ракетами «Хаймерс» и крылатыми ракетами. GLSDB способны поражать как стационарные, так и подвижные объекты и пробивать почти метр железобетона. Благодаря небольшому размеру, очень сложны для отслеживания и перехвата систем ПВО. Примечательно, что этот тип ракет еще не стоит на вооружении ни одного государства. Финальные испытания GLSDB прошли в 2015 году, и после этого, Боинг не получал заказа на это оружие. Это неудивительно, ведь у стран НАТО есть средства гораздо большего радиуса действия. Ракеты авиационного и морского базирования типа «Тамагавк» или же «АССМ» могут поражать цели на дальности более тысячи километров, поэтому потребности в новых изделиях «Боинг» и «СААП» до сих пор не было. Когда США только изобрели свою ракетную систему залпового огня «Хаймарс», она не была столь точной до метра, как сейчас. В то время нынешний любимец украинских артиллеристов использовал снаряды М-26 с кассетными боеприпасами, которые были неуправляемыми и летели на расстоянии всего 35 километров. Но в 2000-х мир решил отказаться от использования кассетных боеприпасов, введя соответствующую конвенцию. И хотя США не подписали документ, все же решили отказаться от этих ракет из-за их негуманности. М-26 начали менять на новые управляемые боеприпасы М-31, М-30А2 и М-31, именно такие, которыми сейчас оснащены украинские «Хаймарс». Следовательно, встал вопрос утилизации старых ракет М-26, которых немало накопилось на складах. И здесь конструкторы Boeing и Saab предложили свою версию модернизации. Она предполагала увеличение ресурса двигателя и установку вместо старой боевой части высокоточной планирующей бомбы ГБУ-39. Такой вариант модернизации позволил не только увеличить дальность боеприпасов «Хаймарс» и М-270, но и сделать новые изделия значительно дешевле. Значительным преимуществом GLSDB является ее небольшая стоимость – около 30-40 тысяч долларов. Это в 10 раз дешевле аналогичных по дальности боеприпасов для «Хаймарс». Конечно, это не «Тамагавк» и не «Атакмс», но предоставляет все же гораздо больше возможностей для нанесения ударов на большие расстояния. Получение GLSDB принесет Украине следующие преимущества. Оценивается в 40 тысяч долларов США, в отличие от значительно большей стоимости ракет «Атакмс». Система наведения бомбы малого диаметра наземного запуска специально разработана для работы в ограниченной среде. Диапазон поражения цели составляет половину диапазона действия «Атакмс», но почти удвоит нынешний диапазон действия отечественных ракетных систем залпового огня и «Хаймарс». Возможность прямого воздействия там, где «Атакмс» гораздо более ограничен. GLSDB может уничтожить самолет в своем ангаре прямо с крыши или, так сказать, войдя через дверь. Корпус бомбы изготовлен из углеродного волокна и заполнен взрывчатым веществом «Дайм» для более целенаправленного взрыва. GLSDB имеет способность летать на баллистических траекториях и маневрах для поражения по целям, которые не могут быть достигнуты обычным огнестрельным оружием. Единственный минус управляемой бомбы в том, что она может поражать лишь неподвижные цели. А чтобы уничтожать движущуюся цель, ракета должна иметь специальную головку самонаведения и ее должны наводить лазерным лучом с беспилотника или самолета. Версия, оснащенная лазером в системе наведения, и может следовать за движущимся объектом, который движется со скоростью до 80 км в час. Однако эта версия, вероятно, не будет поставляться в Украину. Ракеты GLSDB могут стать для Украины совершенно новой возможностью обстреливать цели россиян. В зону поражения ракет GLSDB при условии их размещения в северо-восточной части Украины попадает север Крым, сухопутный коридор России через Мариуполь и Мелитополь, а также российские приграничные регионы, например, Белгородская область. А еще есть карта дальности применения боеприпасов с повышенной дальностью, находящихся на вооружении ВСУ. GLSDB – это не вундерваффе. Не какое-то чудо оружие, это просто дополнительное средство поражения. Учитывая, что у ВСУ есть определенный дефицит со снарядами, то стрелять на расстоянии 150 км – это точно лучше, чем на 20-30 до 40 км, как работает ствольная артиллерия или системы залпового огня. Применение GLSDB позволит Украине атаковать военные цели в российском тылу, которые ранее были вне досягаемости, и они точно пригодятся. Субтитры создавал DimaTorzok